Пришли сказать людям, что ни один прелюбодей, блудник в царство Божие не войдет. Он будет с сатаной мучиться в огне. И мы скорбим об этом, и пришли сюда сказать по повелению Божию. Он говорит, идите, возвестите, проповедуйте Евангелие. Я пришел, все раздеты, нигде не разжарило это, только на рулетке. Процентов 50 голые валяются, и процентов 85 из всего количества мусульмане. А там 4 жены официально. У нас у православных вторая жена появится, и тебя в церковь не запустят. А 4 это нормально, а чтобы не блудили, ему 4 дали. Я говорю, вы тогда разрешите воровать, чтобы человек не соблазнялся. А по закону ворую. Такие рассуждения, как будто люди тронутые, бесноватые. У нас написано, кто женщину увидит, посмотрит, что с пожеланием, с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Вот заповедь какая. Ненавидящий брата из человека убийцы. Я его не трогал. Только лежу где-то, даже под одеялом, и скриплю, вот бы ему. Уже как убийца, кровь капает с пальцев. А то Иисус поднял планку такую. А у вас ничего нету этого. Голову режь. Я говорю, кто в Беслане устроил бойню? Сколько детей погубили? А там был. В Буденновске. В Норд-Осте. Во Франции, Германии, Португалии. Везде взрывы. Кто? Вы. Все до одного, которые известны. Все мусульманская работа. А почему? Вам разрешили это. Ваши книги и прочее. А у нас написано, возлюби врага твоего. Вот как. Это наше Евангелие нам повелевает. Врага возлюби, накорми, напой его. И делай это, соберешь ему горящий угол на голову. Чтобы он задумался. Вот мы пришли сюда и свидетельствуем людям. У нас ложь абсолютно не допускается. Даже самая маленькая неправда. Так вот, смотрите. Бабту голых можно и везде посмотреть. В любой интернет зашел, да смотри. Тут-то можно вот поговорить. Я же тебя слушаю. Да, тут и говорить не надо. Она с детьками трясется, выкупляются, как скотина. Ну, чего уж обманывать-то? Вы хотите больше узнать? Два слова запишите, я вам скажу. И вам будет выход отсюда. Два слова всего запишите. Не запомню. Не запомните. Тоже обман. Не запомните. Игнатий Лапкин, это я. Если вы по скайпу зайдете, я вам скину все ресурсы. У нас в Ютубе большой-большой материал. 17 тысяч 300 роликов. Мы строим православную деревню. Где нельзя не пить, курить, материться, воровать, не лгать. Вам будет так интересно. Какое было миссионерское путешествие с Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия. И я везде дарил в библиотеке 38 томов своих книг. Мы не просто ехали. Мы для Бога должны жить. А книги имеют возрождающие действия. Я 45 лет начальник детского лагеря, до 3 в ином формате. И везде одновременно преподавал в пяти университетах, занятия вел. И вот эти вопросы отвечают 4124 вопроса в сайте. И вы на наш сайт, зайдете на наш Ютуб-канал. Это море информации, море. Там много бесед с мусульманами, с детьми. Два слова запомните и по скайпу. А все ресурсы называются «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Мне 81-й год. Понятно. Вопросы какие есть такие, чтобы о душе, о вечности. Ну мы умрем, корм червям только. Душа-то живая. Куда она пойдет? К сатане? В ад гореть в огне или на небо с Богом? Да, по-любому в ад. Нельзя этого, нельзя. Господь тебя любит. Он желает, чтобы ты таким не был. Да грешный мы все, грешный. Грешный. А Господь, говорит, пришел не ради здоровых, как врач, а ради больных. Грешный. И Христа распяли когда, рядом разбойники. Один хулит его, а другой, говорит, я по делам получил. Ты меня помяни в царстве небесном. Иисус говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Он имеет власть это делать, прощать. Он умер за грехи наши. Это самая радостная весть прощения. Какой бы ты ни был, проси у Бога слез. Иди в храм. Исповедуйся. Не смотри там, какой священник, что ты для Бога пришел. А он посредник. Его Бог поставил быть свидетелем. Начнешь говорить, о, патриарха, яхта. Да мне что за патриархом смотреть? У меня ржавый велосипед есть. Но у меня есть то, чего у патриарха нет. У меня две голубятни. Я с голубями лажу везде. Таких друзей, такие ресурсы, как ни у одного патриарха нет. А почему? У нас другая жизнь, а мы за него молимся. Все Путин виноват, все скрипят. Да что нам Путин будет дома, корову дает, что ли? А мы с нуля начали и коровы, и все есть. Храм построили, школу, дороги. Все за свой счет. Государство ни рубля за 28 лет не дало. Я начальник детского лагеря. Тысячи детей подняли. Уже 48 лет. Ни рубля. Все за свой счет. Кто-то родители там могут как-то... Не надо смотреть, кто тебе там как, ты делай. Ты придешь полный, как караван с добром придет к Богу. За то, что я проповедовал, говорил, архипелаг ГУЛАГ издал. Меня заключили, и опять тюрем прошел. Я могу с любым человеком разговаривать. Сотрудниче 18 лет с тюрьмой. Бесплатно. Идем по камерам. Если есть тут мусульмане, мы в первую очередь им помогаем. Потому что другое питание, другие люди, чтобы он не отчаялся. У нас приезжают мусульмане, крещение принимают. У меня брат священник. В озере, и все бесплатно. У нас ни за свечи, ничего с людей не берут. Потому что десятина все покрывает. Вас как звать-то? Герман. Герман. Ну, это хозяин. Это имя не такое. Это руководитель, как же, кажется, переводится. Не знаю. Ну, минутку, сейчас посмотрю. Я именно все эти... Ну, которые есть. А Герман такое редкое, что мне не приходилось даже, кажется. Так. Герман. Вот видишь так, Герман. Аляскинский, Валаамский. Переводы не дают. Гер, это человек, аман человек. Гер, господин. Господин человек. Ну, так. Это немецкое имя. Так и будь господином. Вот закончим говорить. Оденься, застегнись. Вот видишь, как я стою? Вот мы всегда с поясом. И ты увидишь, как у нас женщины одеваются. Православные. Но наша община одна, на всю страну такая. Женщины одеты два платка. Как на старинных иконах изображенных. Как на картинах Репина, Воснецова. Ну, что, Герман, вопросы есть? Да нет, нету. Ну, если вопросы будут какие, вы зайдите по скайпу. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией именем. И я сразу вам скажу. Ну, только скажите, что мы в этой щадрулетке встречались. Хорошо. Ну, да благословит вас Господь. Примириться с Богом и жить для Христа. Чтобы вы получили Царство Небесное. Наша встреча не случайная. С Богом, дорогой. Богом. А то никто не знает. Добрый день. Вы только не ругайтесь, чтобы ни одного мата не было. Конечно. Вот смотрите. Он нам не чужой. Дело в том, что у меня брат священник. Ну, они три священника поехали в Киргизию. А там у меня отец похоронен. Жили в Воронцовке. Недалеко там от Фрунзи. Ну, и пошли они там повидаться с Чингизом Айтматовым. А он герой социалистического труда. Очень умный. Нравственный так. Ну, а он говорит. А я только сегодня думал, говорит, вот с верующими там побеседовать где-то. А они сами пришли. Так интересно. И вот Чингиз Айтматов, незадуго до смерти, написал книгу «Плаха». Плаха. И вот прилетел корреспондент из литературной газеты «Москва». И обращается к нему, велещает и говорит. Вот у вас популярный такой роман получился «Плаха». А почему главный герой у вас не мусульманин, а христианин? Он говорит, правильно, я мусульманин. Но Мухаммад, Магомед, делал добро. А Христос умер за грехи людей. Это несовместимо, намного больше. И поэтому так. Он такой ответ дал. Спасибо большое за информацию. Будем знать. Да, вы знаете, что... Ну, Чингиз Айтматов сегодня ни кто не знает. Ну, как считать? Я должен грузинских, армянских поэтов знать, египетских. У меня вышло из печати 38 книг. Я в пяти университетах вел занятия. У меня вышло столько книг. Я решил их подарить библиотеке мира. И мы проехали. Когда книги вышли уже, проехали мы в Барнауле живем, доехали до Владивостока, порт Находка. Отсюда потом забросили книги и дошли до Лиссабона. Про Балтику и к Скандинавию прошли. И Турцию. Шесть мусульманских республик. И мы посмотрели мир. 650 городов и сел районных. Подарили книг на 35 миллионов. Ого, офигеть. Это-то Господь. Это очень хорошее. Так, хорошо. У меня пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. За 35 лет трудового стажу. Мне не давали работать. Потому что я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ. Я отбывал в Казахстане. А в 87-м, только 25-го марта, нас 210 политзаключенных было выпустили. А уже реабилитация пришла только в 2001 году, 4 января. А ты говоришь, это закон о лекарствах книги, да? Да. Кроме того, я брал интервью у репрессированных. И у меня много стихотворений. Я там о лене не отозвался неположительных, как разбойники. Это не понравилось. А кроме того, 50 книг, 50 книг религиозных я насчитал. Тогда печатать нельзя было. И на пленках Тон Студия раскрутил. На всю страну первый выпустил архипелаг ГУЛАГ. Это в книге все. Книга, которая для Слова Божия не туз. Там все показано в фотографии, как я арестован и иду. Это мне на пользу. Потому что большой опыт. Вернувшись, я стал помогать заключенным. Это Бог так сказал. Мы строим православную деревню. Где нельзя лыгать, пить, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю страну. Такая. Мы сейчас разговаривали с одним мусульманином. Я ему показал. Вот это наша книга. Он оказался содержание. Даже кое-что знает. Но не все. Я говорю, у вас, наверное, эта книга центральная. Да. Но я говорю, читай. Ну, видно, что молодой мальчишка. Это лет 17 ему. Но острый. Мы долго с ним разговаривали. Я рассказал, как мой дед, мой дед по матери. И через его деревню, где я родился, проезжали казахи из Казахстана. Зачем они что-то покупали? А их никто не принимал в басурмане. А он их принимал, мой дед. Кормил и поел. И когда он поехал через их село, они его, говорит, все леги сняли и на руках несли и кричали. Это тот самый, который нам помогал всегда. То есть у нас, видите, опыт такой. Да, очень здорово. Красиво вас, Господи. Это Господь так делает. Видите. Надо помнить и не забывать, что Господь все видит. Да, вы знаете, если будет желание больше узнать, меня зовут Игнатий Лапкин. По скайпу. Вы меня найдете, я один там такой. Скайп. А можете зайти на наш YouTube. YouTube называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». У нас там 17 300 роликов наших. Отлично, отлично. Именно вашего исполнения или не только вы? Как повторите? Именно вашего исполнения? Ну да. YouTube Библии Игнатий Лапкин. Да. Мы везде все снимаем. Господь так делает. У нас немного подписчиков 42 тысячи и почти 43 миллиона просмотров. Понятно. Жизненную мораль, да, это, наверное... Ну, видите, как... Это Господь каждому отмеривает, сколько. Вот я прошел, мне все это на пользу. Вот я одновременно вел занятия в пяти университетах, во всех отделах милиции, воинские счастья, заводы, фабрики. Это в одном только городе. И только рядом с нашим поселением мы раздали по домам больше 30 тысяч евангелий. Притом мы все это делаем бесплатно. Вот у нас храм, у меня брат священник, у нас свечи, все есть, все как надо. Но не продается и с тарелкой не ходят. Включена десятина. У нас все по-другому. Дети все одетые, все два платка, как хиджаб на женщине. Платье до полу. У мужчин бороду никто не трогает. Это вы можете зайти на наш ютуб-канал, называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Хорошо. Спасибо большое. Храни вас Господь. По скайпу меня найдете, Игнатий Лапкин. Там я большие материалы могу скинуть для вас. Благословит вас Господь. Богу слава. Всего хорошего. Ты обходишь? Да, конечно. А от вас до дома далеко церковь? Ну, где я жил тогда, да. А священника как звать? Вот мы пришли для этой цели, в эту рулетку, чтобы рассказать. Чтобы не грешили, чтобы... А тут половина мужиков валяется, голая. Глупостями занимает. Поэтому я не говорю, это глупо. Заходи сюда и сделай то, что вы делаете сейчас. У каждого человека есть своя голова на крючке. Процентов 85 мусульмане. Ладно, у меня руки зальты без зиму. Ничего, во славу Божию.